Собака эта, успокойтесь, ладно? Представьтесь, пожалуйста. Мы вчера в инциденте пришли все. А кто? Я директор департамента жилищной политики. Именно когда занимаюсь... Типа исполкома, да? Нет, жилищная. Да, вот три исполкома. Директор департамента жилищной политики города Альмирска. Меня зовут Сулайман Акзардат Акнафович. Я с 13 июня назначенный руководитель. Где-то два месяца работаю. Вчерашний инцидент, он с исполкомом не был согласован. У нас есть, да, действительно муниципальный контракт по отлову бесхозных собак. Он присутствует, но она присутствует в таком случае только по нашим заявкам, по обращению жителей. Сначала заявка жителей обрабатывается. Выезжаем, сразу подрядчика не приглашаем. Выезжаем, определяем, действительно ли факты подтверждаются. Факты, если подтверждаются, мы их приглашаем. Происходит отлавливание собак. Если многолюдные, где люди, где дети, происходят, соответственно, уводят людей от толпы. И происходит отлавливание собак. Вот у нас вот это происходит. Вчера не было такого, все было на глазах. Да, да, ну, я говорю сразу, это кто такие были, я даже... Убийство собак, значит, это не законно, значит, они совершили преступление. Ну, да, да, потому что с нами, да, с исполкомом согласованности, вот вчерашнего инцидента не было. Я, потому что у меня есть, соответственно, отдел именно по отлову собак. Этот, он как раз с ними связался и ответили, что они не приезжали. А скажите, пожалуйста, извините, я этот вопрос такой. А по поводу приюта бездомных собак, вот животных, рассматривается вообще такой вопрос в нашем городе? Рассматривается этот вопрос, да, это очень больной вопрос, очень трудною. Просто наш народ в нашем городе уже готов к этому? Ну, это, знаете, как сказать, требования сегодняшнего дня, как приют для людей имеется, так и приют для бездомных животных. Да, да, да. Вот фонд «Путь домой», они ведь уже, у них все готово, мы согласны им помогать. У нас уж как бы к этому уже план мероприятий имеется. Соответственно, в таких случаях собаки, они облавливаются, потом определяется, ну, берутся анализы различные. Вот, 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 вот. Да, собака, допустим, не представляет опасность окружающим. И им же можно чип дать, вот такой сделать чип и отпустить ее, если она не агрессивна. И, получается, происходит, как бы... Как везде в телевизионном. Да, да, соответственно. Это, конечно, очень такая трудоемкая, очень такая дорогая... Ну, мы готовы вам помогать. У вас столько много людей, столько групп. Давайте мы сделаем так, вы придите ко мне во вторник, в следующем, во вторник я вас... Вот это сейчас неделя, которая будет. Да, да, да. Мы давайте инициативную группу формируем. Хорошо. Да, с вами вместе сделаем предложение хорошее. Куда прийти, во сколько? Департамент жилища и политики, Духая, 9 этаж, 2 этаж. Ага. Да, я вас приму, обязательно мы с вами найдем. Ну, не надо там 20 человек собрать. Все понятно. Не систи. Во сколько? А? Во сколько? В 2 часа. В 2 часа. Ну, может быть даже чуть-чуть. А давайте еще насчет площадок поговорим. Хорошо. Вот это очень важный вопрос. А вот там и поговорим, может быть, все сразу? Нет. П площадки в городе. Очень много застроек идет. И нам негде гулять, действительно негде. Да, мы сейчас планируем, знаете, она, конечно, для нашего города, пока, у нас управу сейчас району очень плотно к этому относятся. Сейчас мы изучаем мероприятие именно, допустим, где Аскад Трудов, где там что-то. Там везде знаки нельзя гулять. Да, да. Мы будем ставить специальное, как оно называется, собирать фигалы, собирать специальную бумагу. Контейнер. Здорово. Да, да. Человек, допустим, гуляет собаками. Да, да, мы это знаем. Все дело, дело. Мы это знаем. Мы ходим и делаем. Мы с пакетами делаем. Мы с пакетами делаем. Мы с пакетами делаем. Мы пытаемся формировать сейчас. У нас конфликты с людьми идут. Люди жалуются. Люди жалуются о том, что вы везде с собаками гуляете. А где гулять? А вы знаете, вот за последний год, два, собак очень в городе много. Очень, очень. У кого-то даже у одного владельца есть две-три собаки. И он хочет выгуливать. Давайте вот как раз инициативно будем участвовать. Как раз в любую воскресенье. У вас времени достаточно будет. А потом пишите вопросы. Какие вопросы будем обсуждать? И каждый вопрос будем реализовывать. Все равно мы тоже... Мы уже по поводу площадки обращались. И все на этом как бы то осталось. Мы письмо даже не попали. Нет, нет. Можно показать? Можно показать? Потому что вчера слышали. Кто ответил? Кто ответил? Где? Нам написали... Вот вы обратились недавно вот только. Нам написали ответ. Где вы видите это место? Напишите. А вот где я могу видеть? Я напишу вот, например, около себя там. Там тоже нет. Вы везде скажете вообще. Это они должны быть в каждом дворе они должны. В Казани вот. Везде они. Тюмень, фотографии. Давайте... Давайте я... С кем... Кто-нибудь старший, с кем могу вести разговор? Во вторник в воскресенье. А вы вторник в саду. Иванова, Марина. Давайте нам... Свините, а можно спросить по поводу вчерашнего Руссоу? Кто-нибудь наказывает? Наказуемо? Вообще. Вот вам город. Вот вам эти пятиэтажные дома. Тюмень. Тут же детские площадки. Тут же баскетбольные. Тут же площадка для собак. Никто никого не съел. А где это? Тюмень. Это Тюмень. Для прогулки собак вот эта. Вот она. Вот. Вот она идет. Огромная площадка. Со всеми тренажерами. Со всем. Вот же тут же баскетбольные. Тут же... Люди зашли. Закрылись. Зашли. Одно место для города, да? Нет. Это в Тюменье. В каждом районе. В каждом районе. Нормально. В больших городах. Давайте. Вот еще. Вы знаете... Иванова Марина. Номер машины. Вот тот, кто собак. Вот это вчера делал. Номер машины есть. Номер машины есть. На виде. Это цивилизован. Оля. Номер машины. Скажи. Это восторгнутые. Номер машины. По поводу вчерашнего случая. По поводу этой мужчины и женщины. Про нее говорят уже два года. Которые истребляют. Севастопады. Женщины подобрались. 18987. 062. 62. 63. 65. Еще с кем могу я? Советское обедение. Советское обедение. Советское обедение. Кто еще может... Простите, ответьте пожалуйста. Кто ответит за вчерашний инцидент? У вас достаточно? У вас доступно будет представление? Я представление. Простите, извините. Вы можете меня выслушать? А кто ответит за вчерашний инцидент? Ну вы знаете... По каждому случаю, допустим, то, что человек совершает какие-то там деяния, да, будет отвечать за свое деяние каждый человек сам самостоятельно. Надо писать заявление в полицию, то есть какие-то органы. Давайте посоветуемся, посоветуемся, каким способом, когда инициативной группой соберемся. Вот вам это видео. Ну, я видел его, я видел. Она прямо сказала, что исполком дал распоряжение. Да, оно вполне вероятно, они могут, ну, как они зарабатывают. Покажи видео, который сейчас еще закон о защите животных не принят пока. Он все переносится, его обсуждение. Я в курсе, потому что сама лично Пальметьевка забирала подписи, отправляла представление Акчурины для передачи. Я сама лично подписала в это рассмотрение Матвиенко, куда отправляют и Путину включают в свет за этими петициями. Так вот, согласна, они должны отловить, доставить вместо передержки, но не убивать. Отлов и убийство, вещи разные. А убийство животных, это уголовная статья, ее тоже никто не отменял еще. Вы должны к уголовной ответственности привлечь. А потом хотим, чтобы у нас дети были дома. Ну, они убивали или усыпляли, это тоже надо посмотреть. Да, поэтому собака, да, конечно, уши собаки. Да? А вы фотографии не видите? Анализ видео произведите, пожалуйста. Анализ видео. С Каганы, мы приехавшие, предоставим вам ответы видео. Собаку живую предоставьте. Есть различные структуры, которые занимаются у нас. Каждый делает, каждый чемодан свой носит сам. Есть, допустим, в этом случае с полком мы же не являемся следственным органом. Да, мы все равно будем принимать меры на уровне, на нашем уровне. Будем принимать решения в отношении тех, кто нарушает это. Это как бы, это вопрос. Понимаете, мы хотим получить поддержку от вас, потому что это дело могут замять или просто... Ну, как обычно это делается? Это будет, как говорится, знаете, когда... Есть ведь очень много обращений еще с жителей. То, вот, допустим, вот вы в инициативную группу собрались, да, вы по защите собак. Вот здесь сейчас хватает только свистнуть, вот здесь толпа народа соберется, вот, больше, чем вас. На сто раз больше против этих собак. Хорошо. Нет, нет, я просто условно говорю, я не утреню... Это, я условно говорю, о культуре нации судят по чистоте общественных туалетов, а о благополучии нации, по отношению к животным. Вот это благополучное, психически нестабильное население города Альмитиска, которые боятся, что это... Это не город Альмитиска. А что это? Ну, это плохо, что общество нестабильно. Вы знаете, я родилась в этом городе, я не приезжая здесь. Вот по тому же Шамсинур, бывшая, да, я помню, я училась в школе, все время ходили красивые, высокие мужчины с красивыми собаками. Кто помнит тот город? Это были овчарки, доги, бульдоги, боксеры. Мы себя чувствовали спокойно. Вот мужчина ходил с Кавказской овчаркой. Мы ходили с подружкой в возрасте 14-15 лет. Даже в 7 часов в осень это темно. Нам было спокойно, потому что нам никто не подойдет, потому что там идет мужчина с Кавказской овчаркой. К нам никто не подойдет. И мы чувствовали себя всегда спокойно. Если рядом идет красивый, здоровый мужчина с собакой, нам точно никто не подойдет. Ну, сейчас времена поменяются, сейчас мы женщины пошли. Хорошо, давайте чем здесь полная как бы задержаться. Да, мы вот инициативная группа, подойдите ко мне, переговорим. Все равно... Не, больше не надо забывать. Мы также живем здесь, жители будут платить налоги. Мы не забываем вас. Мы также на велосипедах катаемся. Мы любим их животных, как говорится. Потом, кстати, вот есть и картинка Франции. Вот та же Франция, говорят, что у нас вот велосипедные дорожки. Ну, вот та же зонт у меня. Эйфелева башня, француженка на велосипеде, и рядом большое черное пекло. Это вам Европа. Вы где видели? В Канаде. А, в Америке, чтобы собака не ходит спокойно. Крупные, ухоженные. Вы знаете, что в Канаде, если будет уличный музыкант, поскольку у меня дочь, собака никогда не должна на голом сидеть. Должен быть коврик. А если будет идти дождь, обязательно должен быть зонт. В противном случае, это жестокое обращение с собакой. А ты можешь стоять и без коврика, без дождя. Пожалуйста, вы не это самое, не, как сказать, не опускайте на это руки, пожалуйста, то, что мы вас просили. Я услышал. И не забудьте, что мы налоги платим. Да, мне, нам важно... Давайте, повторник. Просто если сейчас... Если один человек поднимает этот вопрос, один человек, это уже вопрос. Я расписываю, значит, этим будем заниматься. Мы вам благодарны, что вы нам вышли, как бы, да, разговаривали с нами. Да, просто, пожалуйста, не оставляйте нас тоже вот так. Да, и собак в городе очень много. Очень много. Это вопрос, он действительно созрел, он требует уже кропотневого танки, кропотного панк, не такого простого. Мы тоже так же за детей переживаем. Да, это у нас самый больной вопрос, самый из больных вопросов. Вот действительно, по районам... Всех своих собак не прививаешь, у нас собаки нет. Кусаем детей. Да, вроде, если сравнить прогулка и ребенок бедный, разные вещи, как бы, находя вот эту золотую середину, как бы, что дети не пострадали, и люди не пострадали. И кто собак держит, они тоже вот этот золотой... Простите, вот мы ходим с собаками, мы уходим вообще. Если идет, да я лучше залезу, но этот, чтобы уйти. Ну, не все таки дисциплинированные, не все, не все. Не это не надо. Поэтому вот как раз этому этикету и нужно всех тоже учить. Вот это вы, вот молодец, вот молодец, вот пятый, десятый так не сделает. Поэтому такое вот, такая мизанцина происходит. Допустим, при отлавливании, вот если у собаки имеется ошейник, ну, все равно вот любая собака, если без сопровождения, да, без сопровождения, он считается бесхозным. Ну, даже мы пытаемся подойти к вопросу очень адекватно, хотя его, допустим, десять жителей говорят, надо отловить. Если у него ошейник есть, мы считаем, что есть хозяин. У нас вот бирки висят, у всех собак. У нас у каждой собаки номера телефона хозяев и название собой собаки, вот. И вот и номера телефонов. Нет, так оно так, у меня просто один раз было. Я с ней специально сейчас с ней покажу. Девочка убежала, например, собака убежала, например. Это же тоже хозяин ищет ее. Как можно сразу обстрелять, а ее оплавливают и убивают. У нас тоже и бездомные имеют право. Конечно, конечно. Они тоже не виноваты. Это была домашняя, завтра. Я как бы не местный, а с севера. Вот у нас в Уренгое вот так, вот эта бездомная собака. Вот ее отловили, короче, стерилизовали, допустим, привили от бешенства и повесили просто пластик с номером. И занесли в книгу. И отпустили на улицу. А вообще у меня вот, например, усыновленная дворняга. Мне подходит маленький ребенок, может по ней прыгать, бегать, она не проявит агрессию. Весь прилитый, с паспортом, постельное белье меняю собаки раз в неделю. Стираю, глажу. Да. Воду бьет только бутилированную волжанцу. Больше ничего. Стой, стой, не бросите, а никто не бьет. Все понятно, мы вас услышали. Мы хотим, чтобы не наказано теми нашли. Мы хотим наказание, да. Да, давайте это тоже мы хотим. Потому что сегодня... Вот вчера в народном контроле, везде вот эти видео скидывали, да, все. Я даже вот говорю, раньше как-то курсовак плохо, так, да, а вчера 99% люди, да, все были недовольны, подписали, все были недовольны тем, что такое отношение произошло. Если бы это был момент усыпления, еще другое дело. На глазах утром сейши. Да, все, все, все процедуры, она будет согласована. Про каскад прудов все-таки. Вот в прошлом году, я говорю, я перестала ходить на каскад в районе Бегашки. Сама лично со своей собакой видела труп отравленной собаки. Потом моя сестренка, которая из Коголыма приехала, которая здесь выросла, она после этого, я говорю, первый раз такое вижу, куда мне написать. Когда собака отравленная, у вас только на анкидывают отрагу, которая белая, на том же каскаде прудов, в районе бани где-то, лежала бело-черная собака с кровью изо рта. Извините, такого в Альметьевске не было до вашей цивилизации. Ладно, вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам, да. Давайте мы сейчас инициативную группу сформируем, откроем одну такую папку, хорошую, каждую свою встречу будем фиксировать. Девочки, а может, мы еще группу какую-то в WhatsApp-е составим? Вот сейчас давайте, не будем перебивать, человек предлагает. Да, да, мы определимся, вот встретимся, группу, она между вами обязательно надо формировать, вдруг срочно надо будет какие-то, да, срочно какие-то вопросы, да. Чтобы один-два человека, чтобы говорили на одном языке, чтобы согласовывались с вами, да. Сейчас она будет решать так. А у меня в телефоне группа, знаете, сколько, да. Фамилии, имя, говорите, кто? Давайте, с кем еще? Я в актурник не смогу, я в само время. Говорить, инициативных людей записываю. Да, давайте, вот, нет, мы давайте определимся. Если мне в рабочее время, я могу в рабочее время. Вы скажите фамилии на общество. Свернова Светлана Сергеевна. Только в рабочее время я не смогу. Вот так прошло наше обращение к власти по поводу произошедшего, получается, это было 4 августа, жестокое обращение с животными. Мы пытались что-то сказать властям по поводу того, что мы не согласны с тем, что случилось. Мы хотим добиться каких-то тоже прав. Чтобы собаки... Мы не боялись за жизни животных. Сейчас, 3 секунды. И также мы хотим, чтобы кто-то ответил за то, что вчера произошло. Вот все итоги. Вот человек, который нам ответил за все.